И вот сегодня, уже говорила здесь, самый короткий день в году. Сегодня у нас 22 декабря, самая длинная ночь. Ну и прямо скажу, проповедь у меня будет ночная. Если ты тут радоваться собрался Рождеству, нет, 25 порадуешься. Сегодня мы будем все напряжены. Но закончится все хорошо, может быть. Давайте откроем послание апостола Якова, первую главу. У кого-нибудь есть зеркальце с собой? Если есть какое-нибудь зеркальце, дайте, пожалуйста. А мы пока открываем первую главу послания Якова, 21 стих. Ну, нужно еще открываться, а вот кнопочка тут. Спасибо. Вот посмотрите. Если у кого-то есть зеркальце, достаньте. 21 стих. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем Слова, блажен будет в своем действовании. Кто из вас хочет быть блаженным, счастливым в том, что он делает? Иногда бывает, делаешь, делаешь, и несчастный, правда же? Что ты стараешься, делаешь, но несчастный человек. Мы хотим быть не просто что-то делать, мы хотим быть счастливыми во время этого. И вот посмотрите, драгоценное, здесь Священное Писание сравнивает Слово Божье с зеркалом. Вот с зеркалом. Кто из вас сегодня с утра подходил к зеркалу и смотрелся? Почти что все подходили и смотрелись, да? А вот смотрите, вот у вас бывает так, что иногда к зеркалу более радостно подходить, а иногда к зеркалу не хочется подходить. Бывает? Вот, например, ты держал предрождественский пост, похудел, стал такой более стройняшечка, и тебе так приятно подходишь к зеркалу, такой смотришь, опа, хорошо, слава Богу, благодать Господа велика, да? Как бы ты постился, чтобы сердце настроить, но и бонусом Бог тебе дал благословение, да? Вот, и тебе приятно, и ты подходишь, да? То есть, когда ты выглядишь лучше, то к зеркалу подходить приятнее. Что вы так смотрите? Или нет? А если, например, там, жрал конфеты, там, мандаринки выпанил, вот, наелся вот так вот, как-то вот перед Рождеством, хотел как-то держать пост, а не выдержал, сорвался. Плоть оказалась сильнее, да? Наелся, да? Подходишь к зеркалу, смотришь, хочется к зеркалу подходить? Нет, думаешь, вот, похудею, подойду. То есть, когда мы выглядим лучше, нам приятнее. Вот, там, собрался на собрание, там, вот, сестры накрасились, так красиво, глаза нарисовали, рот нарисовали, все себе нарисовали, как бы ты хотел, чтобы было, да? Смотришь и думаешь, хорошо, готово. Представь перед Лисом Господа, да? А вот, например, только проснулся там еще, да, вот, и, может быть, спал что-то плоховато, тут что-то у нас, у нас же тут температура сейчас прыгает, что-то похолодание, вставал, что-то воду пил, утром встаешь, лицо так опухло немножко, глаза опухли, подходишь к зеркалу, и даже не так, вот, идешь мимо, зеркало, и вот там зеркало, ты проходишь мимо него, чтобы так не видеть, вот так вот. И пошел на кухню дальше, да? Не приятно. Так вот, драгоценное, Слово Божье, это зеркало, в котором мы можем видеть себя. И вот, честно признаться, не всегда хочется смотреться в него, потому что это слово, оно, вот, показывает нас такими, как мы есть. Вот я вам одно место Писания прочитаю, которое вот ярко отражает, вот, спасибо, зеркальце. Все, кто достали, посмотрели в зеркальце, убрали. А Слово Божье продолжаем читать. Римлянам, 3 глава, 10 стих. Одно из наших отображений. Как написано. Нет праведного, ни одного. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодный. Нет делающего добро, нет ни одного. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божьего пред глазами их. Вот когда читаешь это место Писания, думаешь, ну не-не-не, Павел, ты уж как-то погорячился. Ну как-то погорячился. Конечно же, может быть, мы не такие идеальные. Но разве мы похожи на то, что здесь написано? Разве мы такие? Нет. Мы как-то, может быть, злые так в меру. А так-то мы хорошие. То есть нам всегда кажется, что мы лучше. И иногда бывает, читаешь Библию, и иногда Библия тебя раздражает. Это все равно, что, помните, вот в пору моей юности, ну помните, те, кто помнит, вот те годы, вот в 70-е, 80-е годы, не было компьютерных игр, не было вот этих всевозможных современных аттракционов, и были более простые, вот в парках отдыха были более простые развлечения. Например, была в свое время популярна комната смеха, где были разные зеркала. Помните же, да? И вот были зеркала, где ты прям такой худой, длинный и высокий. И прямо около этого зеркала и не хочется уходить. И смотришь, и думаешь. И даже есть некая хитрость, некие зеркала делают, ну, конечно, не так уж искаженно явно, но так чуть-чуть постройнее нас. И вот рядом с этим зеркалом приятнее стоять, приятнее смотреться в него, да? А вот Библия, она, ну, думаешь, ну, Господь, ну, постройнее бы ты меня изобразил как-то. Ну, получше, что ли? Как-то покрасивее. Но Слово Божье, оно отображает нас так, как мы есть. Я хочу сегодня вам рассказать об одном эксперименте, наверное, одном из самых знаменитых экспериментов, который произошел в середине прошлого века. Называется эксперимент Стэнли Милгрэма. Можно показать фотографию этого знаменитого американского психолога, который задавался вопросом, после окончания Второй мировой войны не так много времени прошло, 18 лет. И вот он задавался вопросом, как так получилось, что огромное количество немецких граждан нормально относились к тому, чтобы участвовать в уничтожении, в издевательствах над миллионами людей в концентрационных лагерях. Я даже помню, в свое время смотрел работники концлагерей, начальник концлагеря, смотришь, такие вроде семья хорошая. Когда показывали документальные фильмы об их жизнях, семья хорошая, человек такой вроде нормальный, у него детей любит, жену свою любит, а потом уходит на работу, а работает в концлагере. И нормально как бы у него не происходит каких-то конфликтов внутренних. Как такое могло быть? И вот спустя некоторое время после войны разные психологи задались этим вопросом, в том числе Стэнли Милгрэм. И Милгрэм в 1963 году сделал один очень знаменитый эксперимент. Можно мне пару братьев, пару братьев. Игорь, можно тебя? Игорь и Алексей, можно? И возьмите вот пару стульев и поставьте два стула. Вот они там стоят. Два стула. Эксперимент был из того, что сам Стэнли Милгрэм был преподавателем Ельского университета, это в США, и он вообще планировал сделать так. Он сначала планировал сделать эксперименты в США, а потом провести их в Германии. Потому что он думал изначально, что люди в Германии, в общем, немцы, они более такие дисциплинированные, и больше склонны повиноваться приказам. Но когда они начали проводить эксперимент в США, они поняли, что нужды в Германию ехать нет. и вот смотрите, что это был за эксперимент. Набрали группу добровольцев, вот, каждому из них заплатили определенную сумму денег, причем, это независимо от того, как будет проходить эксперимент, эта сумма у них, как бы, не отбиралась. Даже если они, например, там решили бы отказаться от этого эксперимента. И вот, подойдите, братья, и вот сделаем так, что вот один, как бы, должен был быть учителем, а другой учеником. И ученик, это был подставной актер. Вот ты будешь, Игорь, ученик, подставной актер, можешь садиться, да? Вот. И стул поставь подальше, пожалуйста, вот сюда. Ну, не в синий совсем, а здесь, да? А настоящий, испытуемый, это был так называемый учитель. И сам эксперимент был преподан так, что хотели исследовать, насколько наказание влияет на усвояемость материала. И не знал вот этот испытуемый, что второй-то подставной актер, он думал, что, как бы, приходи сюда, что они оба одинаковых испытуемых и бросали жеребий, как бы, чтобы решить, кто из них будет учителем, а кто из них будет учеником. Ну, было сделано так, что этот всегда был. Учителем, да? А учеником был всегда актер. И вот раздали, и вот так получилось, что вот Игорь у нас оказался учеником, а вот Алексей учителем, можешь садиться, вот, и можно еще, где Милгрим вместе со своим аппаратом. на аппарате были разные кнопки, которые подавали то. У ученика его, как бы, закрепили руки специальными электродами, пропускающими ток. Можно фотографию ученика показать? Ты все мимо? Все мимо. Вот ученик, да? Вот закрепили электродами, так что он не мог идти сбросить электроды, закрепили руки, а вот у учителя, покажи учителя, вот он сидел как раз за прибором, вот можно еще раз прибор показать, да? И в приборе были, вот как раз вот Милгрим вместе с этим прибором электрическим, видите, много-много тумблеров от 15 вольт до 450 вольт. И задавались разные вопросы от учителя ученику. Там нужно было подобрать слова, это не так даже важно, в общем, должны были задания быть, потому что суть не в этих заданиях. За каждый неправильный ответ ученика учитель нажимал тумблер, начинал с 15 вольт. Следующий неправильный ответ 30 и вот так вот. Причем интересно очень, что в начале там даже вот эти группы тумблеров были, там в начале они были подписаны слабый ток, потом умеренный ток, потом сильный ток, потом очень сильный ток, потом максимально терпимый ток, потом уже опасный. Последние несколько тумблеров были написаны опасные. Вот. И вот за неправильные ответы он должен был постепенно, так называемый учитель в кавычках, да, давать, давать разряд, разряд тока. вот. И вот начался, когда эксперимент давал актер подсадной заведомо неправильные ответы на один правильный ответ, три неправильных ответа и учитель должен был по очереди нажимать за каждый следующий неправильный ответ, за каждый ошибочный ответ должен был называть, должен был давать ему ток, как бы, чтобы он, причем изначально еще взяли учителя, посадили там, ему посадили, поставили электроды и первое отделение включили, так что учитель, он почувствовал, что да, ток идет. Вот. Но потом, когда они уже расселись, то там, естественно, никакого тока не было, хотя учитель не знал. И актер, сидящий за перегородкой, между ними была перегородка, и актер сидел в отдельной комнате, так называемый ученик. Вот. Он после некоторого времени начинал уже подавать звуки. Ой! Ой! То есть, начинал кричать. Когда доходило уже где-то до 150, он начинал стучаться в стенку и говорить, все, все, у меня сердце больно, я забыл вас предупредить. Вот. Но экспериментатор, как раз главный, он говорил учителю, вы должны продолжать ради эксперимента. Вы должны продолжать. Вот, посмотрите, на одну минуту видео с этого эксперимента, видео 63-го года, поэтому оно такое, ну, не очень качественное. Ну, вот, на одну минуту маленький кусочек с этого эксперимента, как вел себя так называемый учитель. Посмотрите. Выпустите меня отсюда. Меня беспокоит сердце. Вы не имеете права держать меня здесь. Выпустите меня отсюда. Выпустите меня. Продолжайте, пожалуйста. Я надеюсь, вы отвечаете за это. Богатый. Ответ неверный. 330 вольт. Правильный ответ. Богатый мальчик. 195 вольт. Танец. Выпустите меня отсюда. Выпустите меня. Продолжайте. Выпустите меня отсюда. Вы не имеете права. Я не знаю, что делать. Эксперимент требует, чтобы продолжали. Да, я знаю, но сколько же ему еще там предстоит? Уже сейчас мы дошли до 100 50. Ответьте, пожалуйста. неверно. 225 вольт. Цвет шум. Видите, эксперимент проходил, и вот экспериментатор, он постоянно учителю говорил, вы должны продолжать эксперимент. Да? С каждым новым тумблером актер, так называемый ученик, проявлял себя все громче и громче. Выпустите меня, у меня больное сердце. Это приводило, конечно же, учителя в смятение, да, он поворачивался к экспериментатору, на что тот отвечал, продолжайте эксперимент, пожалуйста, продолжайте, но я не могу, вы должны продолжать, вы должны продолжать. Он иногда спрашивал, а как, если тот, что-то с ним случится, он говорит, с ним ничего не случится, там максимальная доза, она болезненная, но не имеет последствия, поэтому продолжайте. А если что-то случится, вы берете на себя ответственность? Экспериментатор говорил, да, я беру на себя ответственность, поэтому продолжайте. И вот он так продолжал нажимать на тумблеры, продолжал нажимать на тумблеры. Там, вы видите, было показано в фильме, разные были испытуемые, разные люди, и очень интересно, что до начала эксперимента Стэнли Милгрэм опросил у психологов. Как вы думаете, сколько так называемых учителей, испытуемых, сколько дойдут до конца? Потому что, когда доходило до 450, и три раза нужно было нажать 450 на три ошибочных ответа, вот если он дошел, тогда значит все, дошел до конца. Так вот, сколько дойдет до конца людей, несмотря на крики, несмотря... А там даже вот очень интересно было, после определенного момента так называемый ученик говорил, все, я отказываюсь отвечать, я буду молчать. На что экспериментатор говорил учителю, если он молчит, это значит ошибочный ответ, ждите пять секунд и давайте ему то, да? После определенных вещей, да, он уже даже кричать переставал за стенкой, и тот говорил, испытуемый, он вообще молчит. На что ему экспериментатор говорит, продолжайте, все нормально. Это не смертельно. Продолжайте. И вот Стэнли Милгрэм до начала эксперимента спросил у психологов, как вы думаете, сколько испытуемых дойдет до конца, то есть вот до последнего тумблера 450 вольт, как бы максимально, чтобы не убить. Психологи говорили, сходились в ответах, что, наверное, один или два человека из сотни. когда те же самые вопросы задали психиатрам, психиатры вообще сказали, наверное, один человек из тысячи дойдет до конца. Но оказались результаты такими, что они просто-напросто шокировали исследователей. Можно показать график результаты эксперимента Милгрима, да? Так вот, посмотрите, 12,5% это результаты одного из экспериментов. Было проведено несколько экспериментов, и все они были примерно с одинаковыми результатами. Так вот, результаты одного из экспериментов 12,5% то есть из 40 человек это 5 остановились и отказались продолжать эксперимент на 300 вольтах. Четверо человек 10% на 315 каждый шаг 15 вольт был, да? Еще 5 это двое на 345 один человек на 360 один на 375 видите, да? И 26 человек из 40 это 65 процентов видите? Дошли до самого конца до 450 вольт. Результаты были настолько шокирующие, что этот эксперимент повторяли несколько раз. Кто-то сказал, наверное, поскольку такой эксперимент проходит в Ельском университете, а это все-таки знаменитое учебное заведение, наверное, испытуемые думают, что поскольку это в таком солидном учебном заведении, то можно не опасаться. Но когда проводили в США в других местах, не в университетах, то результаты были в принципе те же самые. Те же самые. кто-то подумал, может быть, это потому, что мужчины, а если женщины, будет все иначе. Когда проводили эксперименты с женщинами, результаты были точно такими же. Не не изменились. Эксперимент пробовали делать по-разному. Когда уходил экспериментатор, который давал команды испытуемому, и вместо него оставался ассистент, то уже количество испытуемых, которые сопротивлялись командам, было намного меньше. Когда экспериментатор давал команды не лично находясь рядом, а по телефону, то есть испытуемый его не видел, то тоже были результаты послушания меньше. И они даже делали вид, что как будто по телефону уже не видно, как будто нажимают, но сами на самом деле не нажимали на этот тумблер. когда испытуемый сам должен был решать, сколько давать напряжения, какой силы тока давать, то 90% не дали тока больше 150 вольт. Но когда стоял рядом экспериментатор и твердо говорил испытуемому продолжать эксперимент, то большая часть испытуемых доходила до самого конца, до самого предела. Вот я вам прочитаю, что написал один из наблюдателей, тот, кто наблюдал этот эксперимент. Вот что он писал. Я видел, как в лабораторию вошел солидный бизнесмен, улыбающийся и уверенный в себе. За 20 минут эксперимента он был доведен до нервного срыва. Он дрожал, он заикался, он постоянно дергал мочку уха и заламывал руки. Один раз он себя ударил даже кулаком по лбу и пробормотал. О, боже мой! И тем не менее, он продолжал реагировать на каждое слово экспериментатора и безоговорочно ему повиноваться. На основании всего этого Стэнли Милгрим сделал такой вывод, я вот прочитаю. Это исследование показало чрезвычайно сильно выраженную готовность нормальных взрослых людей идти неизвестно как далеко, следуя указаниям авторитета. То есть получается, что подавляющее число людей могут переключиться в своей жизни и рассматривать себя как инструмент для исполнения воли какого-то другого человека, который навязывает ему свою волю. Я сказал, что этот эксперимент и результат этого эксперимента настолько шокировали исследователей, что они несколько раз их проводили. Потом они действительно проводили и в Германии эксперименты, и в Голландии, и в Иордании. То есть еще в нескольких странах в 60-е годы эти эксперименты были проведены и с небольшой разницей везде результаты были одни и те же. Более половины испытуемых доходило до самого конца. До самого конца. После этого проводились разные подобные уже эксперименты. Спасибо. Давайте поблагодарим наших братьев. И разные эксперименты на ту же самую тематику. например я думаю вы смотрели даже художественный фильм был про этот эксперимент снят. называемый знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент когда тоже в принципе цель была та же самая узнать насколько человек готов применить насилие в отношении невиновного человека. тоже там собрали группу людей. Можно как раз показать кадры Стэнфордского тюремного эксперимента когда тоже набрали добровольцев для этого эксперимента тоже они за определенное денежное вознаграждение и тоже по жребию но тут уже все были тут актеров не было все были испытуемые и они по жребию разделились кто-то был заключенным а кто-то был надзирателем тюрьмы и вот экспериментатор дал такое указание надзирателям что они должны очень жестоко подавлять всякое неповиновение всякое непослушание и ученые были удивлены с какой готовностью надзиратели исполняли жестко грубо исполняли вот эти требования в отношении заключенных каждый третий применял физическое насилие хотя отлично понимал что заключенные это ни в чем не повинные люди которые точно так же были добровольными участниками этого этого эксперимента и очень интересно что в этом Стэнфордском тюремном эксперименте на второй день в этой тюрьме вспыхнуло бунт заключенные сказали нет мы не хотим участвовать дальше в этом эксперименте нет а надзиратели поскольку этот эксперимент он шел довольно долго там они надзиратели работали посменно так вот когда вспыхнул бунт то даже те надзиратели у которых не было не было смены они все съехались и все жестоко подавили бунт и в конце концов все заключенные разделили как бы на разные группы послушные и непослушные те которые полностью подчинялись командам надзирателей и те которые бунтовали и тех которые бунтовали их лишали обеда они не могли там лишали средств гигиены не давали им спать и результаты вот этого тюремного эксперимента были еще более шокирующими только один из пятидесяти надзирателей отказался участвовать в этом насилии при этом все знали что заключенные никакие не заключенные а добровольные участники эксперимента которые стали заключенными только только благодаря жребию и вот знаете вот когда думаешь вот это об этих экспериментах то понимаешь что зеркало слова божья ничуть не утрирует ничуть не преувеличивает когда говорит что человечество испорчено грехом и что при определенных условиях вот эти наши греховная плоть начинает творить такой кошмар вот вам ответ что же так произошло в Германии почему вдруг это же не просто какие-то отъявленные мошенники ну везде же есть какие-то так называемые криминальные элементы которые не хотят жить честно в любом обществе но как целый народ мог нормально относиться к тому что миллионы людей были уничтожены замучены да в концлагерях в газовых камерах как они могли относиться к тому что полтора миллиона детей только одних еврейских было уничтожено в газовых камерах что такое с нами происходит вот вы знаете вот я когда читал отчеты Стэнли Милгрэма то у него много раз вот в его отчетах вот такое скажем так ненаучное выражение эмоций вот это предложение что же с нами со всеми происходит такое что же с нами со всеми происходит что интересно кажется ну мы-то люди верующие мы же с Богом ну вот еще об одном таком небольшом не таком известном но тоже эксперименте эксперимент был в одном из западных христианских колледжей где учились семинаристы на священнослужителей и там такой эксперимент проводили они должны были подготовить доклады о притче про доброго самаритянина помните эту притчу про добрый самаритянин который помогал другим вот они все собрались с докладами и им было объявлено что если они хорошо сдадут доклады у них будут отличные оценки отличные годовые и прочее они должны четко без опозданий прийти сдать оклад все все собрались и тут было объявление что доклады переносятся в соседний корпус и нужно быстро собрать вещи и перейти в соседний корпус и там уже будут зачитываться эти доклады семинаристы собрались пошли в соседний корпус через улицу и там актер изображал человека которому стало плохо и семинаристы понимали если они будут ему помогать и не опоздают у них могут быть проблемы с докладами и с оценками как вы думаете сколько семинаристов которые бежали сдавать доклады о добром самаритянине остановились чтобы помочь человеку которому плохо они не знали что он актер один из десяти один из десяти я к чему это говорю а религия не меняет людей огромное количество воин было и религиозными людьми начато во имя религий своих во имя атеизма тоже было убивали людей и мы знаем это в том числе на примере нашей страны правда же к чему я это все говорю вам драгоценное да к тому что то о чем мы говорили с вами на прошлом собрании про метаною это чрезвычайно важно бог не просто хочет чтобы были полны церквей людей которые натворив дел собираются и просят боже прости боже прости боже прости я вам рассказывал что настоящее метанои это не умоление и даже не раскаяние просто а это преображение ума это как раз есть созидание того что апостолом павлом называется новое творение во христе иисусе тебе не нужно сто раз говорить прости 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 тебе не нужно сто раз выходить плакать и падать на колени а потом идти и делать точно такие же дела это религия религиозные люди такие же жестокие только во имя своего бога не будут жестоки они такие же нетерпимые такие же непримиримые потому что у религиозного человека нет контакта с Богом. У него есть контакты с религиозными лидерами, и есть религиозный лидер. А история полна таких примеров. Направляет людей на убийство, на джихад, на крестовый поход, на взрывы. Мы живем в мире, где все это происходит по религиозным мотивам. Люди идут и исполняют, не понимая даже, не думая, сколько невинных людей пострадает. Поэтому я еще раз вам напоминаю, покаяние, греческое слово метанои, это преображение мышления, это новый качественный уровень. И если этого качественного другого уровня нет, то мы просто-напросто обычные религиозные левиты и священники, которые в этой знаменитой притче Иисуса Христа прошли мимо умирающего, не оказав никакой пользы. А при необходимости, может быть, даже и дополнили его боль, если поступила команда. Вот что страшно. Сегодня, ты знаешь, вы знаете, мы верим в удивительную, фантастическую, божественную благодать. Но благодать, это не просто то, что мы остаемся такими же людьми, просто теперь мы не паримся. Сегодня христианский мир дополни людьми, которые искаженно воспринимают благодать. Все, Бог нас любит, все, Господь нас, Господь нас простил, и мы просто радуемся. Но остаемся такими же равнодушными, такими же эгоистичными, такими же жестокими, такими же гневливыми. И именно о таких людях Яков-то и говорит. Вот они смотрят себя в зеркале, но забывают, и живут такой же жизнью, думая, о благодать, о благодать, спасен тобой. Так вот драгоценное священное писание показывает, благодать, это не какой-то успокоительный укол для грешника. Благодать, это некая сила свыше, которая нас преобразует. Без этой благодати не может быть никакого изменения ума, никакого изменения мышления. Земной шар, по большей части, наполнен религиозными людьми. Что? Мира больше? Греха меньше? Да ничуть! Потому что всегда людей, которые переживают Бога, знают Бога, их всегда не так и много. И весь вопрос в том, а мы-то с вами кем будем? Просто ли мы будем религиозными людьми, которые приходят в церковь на какое-то время попеть псалмы, послушать стихи из Библии и продолжать жить такой же эгоистичной, равнодушной, жестокой жизнью? Или мы желаем его по-настоящему поздать, по-настоящему пережить и преобразоваться им? Вы знаете, очень интересно, вот Стэнли Милгрэм, он когда проводил свои эксперименты, там есть много деталей, о которых я, конечно же, даже не буду говорить, но вот одну деталь все-таки я упомяну. Вот актер, так называемый ученик, сидел в отдельном помещении за перегородкой, и испытуемый, так называемый учитель, только слышал его крики или слышал его возгласы, отпустите меня, у меня сердце больное. Но если их садили в одно помещение, и он просто сидел, этот актер сидел рядом, и учитель его видел, то на 20% людей, которые отказывались от эксперимента, было больше. А если этот человек был знаком ему, или даже был для него каким-то родственником, то процент был отказывающихся от причинения боли еще выше. То есть, когда мы чувствуем некое родство, мы намного больше сопереживаем. Поэтому Иисус и сказал, что весь закон можно изложить двумя заповедями. Первое, возлюби Господа Бога всем сердцем, душою, крепостью и разумением. И второе, возлюби ближнего, как самого себя. И любовь к ближнему, это не муси-пуси. Это не то, что какие мы сегодня нарядные, какие мы сегодня красивые. Это не просто вот такое, знаете, поверхностное вот это вот, как дела, хорошо, ну и слава тебе Господу, глаза бы мы тебя не видели. Это не просто некая вот такая поверхностная доброжелательность. Это не просто вот эти формальные улыбки. Это некое осознание, что мы, по сути, являемся разными клеточками одного и того же организма. Мы тело Иисуса Христа. Мы церковь. Когда мы пойдем еще дальше и увидим, что по сути все мы, я сейчас не только про христиан говорю, мы все братья и сестры, произошедшие от Адама и Евы. И по сути все мы являемся друг для друга родственниками. Может быть, очень дальними, но тем не менее. И поймите, одно дело, это понимать умом. Ты скажешь, Виктор, ну мы же это знаем, мы в церкви не первый год. Но одно дело понимать. Но вот это понимание немного, это делать в нашей жизни. Можно понимать, а делать иначе. Помните, как Павел говорит, вот хочу доброе, а не делаю. Злое не хочу, а делаю. Вроде бы понимаю, как надо. Понимаю, как не надо. А делаю все равно. Вот то, что моя греховная плоть, показанная в Священном Писании, требует жестокость, злоба, гнев. Поэтому, драгоценный, что делает метаноэ, это не просто понимание. Это не просто ты узнал что-то. Я еще раз говорю, чтобы узнать, что убивать нельзя, воровать нельзя, делать ближнему боль нельзя, для этого не нужно в церковь приходить. Это люди и без церкви знают, правда же? Когда мы начинаем переживать Божье присутствие, это приходит не просто на уровень нашего ума, а на уровень осознания. Мы начинаем словно ощущать другого, ощущать боль другого, ощущать радость другого. Происходит некое соединение. Поэтому апостол Иоанн-то и говорит, что не думайте, что возможно любить Бога и не любить брата своего. Не думайте, что возможно любить Бога и не любить своего ближнего. Потому что чем больше ты наполняешься Божьим присутствием, Божьей любовью, познанием всемогущего, тем больше у тебя любви к твоим ближним. Поэтому так называемые псевдодуховные люди, которые так много могут говорить о Боге, о духовных вещах и о духовных законах, но при этом равнодушны к окружающим людям. Поймите, это полная профанация. И такой профанацией псевдодуховной наполнен современный христианский мир. Когда много каких-то переживаний, так называемых, знаешь, о, Бог тут, Бог там, движение Божье. И при этом полнейшее равнодушие. Полнейшее равнодушие. Помните, когда мы проводили с вами вот еще в 90-е годы первой евангелизации, когда тогда жажда, помните, по каким-то, по Богу была такая большая в нашем народе. Мы так думали, что по Богу. И мы, я до сих пор помню, когда мы, вот у нас театр эстрады, раньше там был в этом здании дом политпросвещения, и к нам приехал один проповедник, помните, евангелист из Швеции. И мы сделали рекламу, и там забилось столько людей, жаждущих Господа, которые, ну их было слишком много для этого зала, там зал в то время, он был больше, чем сейчас, потому что там часть сидений сейчас убрали, вот там было где-то тысяча с чем-то, но все равно желающих было еще больше, так там жаждущие Бога, люди, полные Божьей любви и стремлением познать любовь Христа, чуть не убивали друг друга. Помните, что там творилось? Кто был вот на тех собраниях, помните еще, да? Кто был, подними, вот, помню. Есть некоторые руки. Что творилось там? Что творилось там? Вот что такое религия. Люди жаждут Бога и ненавидят друг друга. Религиозность. Потому что никакого познания Бога там нет. Я так хочу, чтобы вот в этом новом году мы могли пережить его так, как еще никогда не переживали. Это не просто на уровне каких-то эмоций или ощущений, чтобы это проявилось на уровне нашего отношения друг к другу. Ведь настоящая вера – это когда ты реально осознаешь господство Иисуса Христа в твоей жизни. Я очень хочу, чтобы вы меня любили как пастора церкви, но я не являюсь вашим господином. Я ваш брат. Поэтому я много раз говорю, когда я проповедую, когда я учу и я, и другие служители, и другие приезжие проповедники, сравнивайте каждую проповедь, в том числе и проповедь вашего любимого пастора, по священному писанию. Точно ли это так? Вы не под господством пастора. Вы не под господством. А сегодня столько апостолов объявилось, что ой-ой-ой-ой-ой. Вы под его господством. Вот почему часто все эти тоталитарные лидеры, типа Гитлеров и прочих, прочих, там, Сталиных, они всегда ненавидели настоящее христианство, потому что они хотели сами манипулировать людьми, потому что они хотели сами направлять людей, там, на войны. Вы не подумайте, насколько это безумная вещь, война. Ты идешь и убиваешь людей, которые тебе лично ничего плохого не сделали, но тебе сказали, что это делать надо. Ради каких-то великих идей и прочего, и прочего, прочего. Экспериментаторы много идей могут напридумывать. Лишь бы ты пошел и это совершил. Я на всю жизнь запомнил, когда в детстве смотрел знаменитый фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Помните? Нас в свое время целым классом водила. И вот там вот я запомнил сюжет, где было показано письмо немецкого солдата, который оказался в этом сталинградском котле, среди этой бойни. И он словно прозрел в этот момент. И он написал своей жене письмо. Письмо пришло к жене, а он нет. И в этом письме такие слова. «В том, что произошло, есть и моя доля вины», писал этот прозревший немецкий солдат. Разумеется, она невелика. Это всего лишь одна семидесятимиллионная часть вины от вины всего немецкого народа. Но я жизнью отвечаю за эту одну семидесятимиллионную. И я вот хочу вам прочитать из послания апостола Павла к римлянам, 14 глава, 12 стих. Очень важное место священного Писания. Итак, пишет Павел, «Каждый из нас за себя даст отчет Богу». Каждый из нас. Я буду отвечать за себя, каким я был мужем, каким я был отцом, каким я был пастором. Я дам отчет, а ты дашь за себя. Гитлер даст за себя. А ты дашь за себя. И если ты послушался Гитлера, ты будешь отвечать. Не он за тебя будет. Хотя он, может быть, даже и будет говорить, А все тоталитарные лидеры любят говорить, «Ничего, я за всех отвечу, иди сделай». Библия говорит, каждый даст отчет за себя. Пред Господом. Каждый из нас. Поэтому смотри, что происходит в твоей жизни. Смотри, какие решения ты принимаешь. Смотри, какие действия ты производишь. Потому что ты дашь отчет пред Богом за свою жизнь. И поэтому каждый из нас должен стремиться, чтобы Божья благодать не просто была, знаешь, таким, как бы, оправданием равнодушия, чтобы Божья благодать была реальной работой внутри. Я отвечаю пред Богом, чтобы давать вам Слово Божье верно и неискаженно. Вы отвечаете пред Богом, чтобы исполнять Слово Божье. И если я дал Слово Божье верно, а ты не исполнил, я не буду отвечать за это. Ты будешь отвечать за это пред Господом. И вот это, знаете, вот эта личная ответственность. Осознание, что Бог нам дал жизнь. И мы отвечаем за то, как мы прожили ее. Но во многом, во многом меняет наш взгляд. И поэтому я так хочу, чтобы в Новом году Божья благодать совершила в нас намного больше, чем за все, за все прошлые годы. Чтобы вот эти две великие вещи, которые нам сказал Иисус, люби Бога и люби ближнего, чтобы это можно было увидеть в наших судьбах, в наших поступках, в наших словах, в наших делах. Потому что это и есть настоящая вера. Это и есть настоящее христианство. Все остальное – это просто религиозные отмазки всевозможные. И в самом конце я хочу прочитать второе послание Коринфянам, третью главу, где тоже говорится о зеркале, но по-другому. Семнадцатый стих. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Помните, Иисус однажды сказал такую притчу, как отец попросил своих сыновей что-то сделать. Один из них сказал «Хорошо, папа!» и ничего не сделал. Другой не сказал «Хорошо, папа!» Но пошел и сделал. Мы настолько сводим покаяние к словам «Прости, прости, помилуй, помилуй!» Но если ты говоришь «Прости, прости, помилуй, помилуй!» Но продолжаешь делать то же самое, никакого толка в этом нет, потому что это вообще не покаяние. Но при этом, может быть, кто-то даже удивится, если ты даже не будешь говорить «Прости, прости!» А просто внутри себя в глубине осознаешь, изменишься, и произойдет вот это метаноэ изменение мышления, то это и есть настоящее покаяние. Хотя, может быть, ты и не говорил «Прости, Господи, помилуй меня, Господи!» Ты просто пошел и стал жить по-новому, новой жизнью. вот оно покаяние. Мы настолько с вами погрязли в обрядах, что, мне кажется, надо сделать какой-то обряд, и все хорошо пред Богом. И Богу как будто этот наш обряд нужен, как будто мы большой театр, изображающий что-то, а он зритель, который смотрит и говорит, как хорошо плачут. вера же это не игра, вера же это жизнь. Иисус это не игра, Иисус это путь, истина и жизнь. И когда это входит в нашу жизнь, если апостол Яков говорит, что Слово Божье это зеркало, в которое мы можем видеть себя, даже какие-то неприятные черты, не нужно от этого зеркала прятаться. Ну, только видя реальность, ты можешь что-то сделать со своей жизнью. То апостол Павел говорит, мы сами с вами должны стать зеркалом, которое отображает Господа. Я еще раз прочитаю эти слова. Мы же как в зеркале, когда мы открываемся перед ним. Вот это есть настоящая благодать. Благодать не просто повод для безделия или для равнодушия или для успокоения совести. Благодать как преображающая сила. Мы открытым лицом как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же Христу. И тут уже не имеет значения сколько раз ты прости сказал, так же ты сказал, выжил или ты вперед повторил, или там на месте сидел и про себя сказал. Да не имеет драгоценное это никакого значения. Важно, что это произвело. Есть ли то, что говорит нам Новый Завет достойный плод покаяния. То есть дела, которые говорят о том, что мы живем преобразованной жизнью. и мы живем под господством Иисуса Христа. И все, что мы слышим от политических лидеров, от президентов, от пасторов церквей, от проповедников, от апостолов, мы все это должны сравнивать с волей Божьей. И если это не соответствует воле Божьей, как бы на тебя не давили, а авторитарные лидеры всегда хотят давить, мы говорим нет, нет. Вы знаете, вот мне очень хочется верить, что если бы я был одним из участников этого эксперимента 63-го года, что я бы, узнав только о условиях, развернулся бы и ушел. Очень хочется верить, и не нужны мне ваши деньги. в жизни мы постоянно оказываемся в разных ситуациях, сдаем экзамены. Эти экзамены тоже своеобразное зеркало, зеркало нашей веры. Я бы так хотел, чтобы каждый из нас, подводя итоги уходящего года, в этот самый короткий день, когда самая большая ночь, я просто подумал, сколько в этом уходящем году у меня было тьмы, и сколько было света, сколько было дня, и сколько было ночи. И если ты видишь много темного, чего ты не хотел бы видеть, то это время для метанои. Не для того, чтобы встать на колени, разреветься или упасть. Мы опять-таки все придаем формам. А как лучше? А как лучше молиться? А как сильнее молиться? Потому что стоя молитва нам кажется сильнее, чем молитва сидя. А на коленях сильнее, чем стоя. А лежа сильнее, чем на коленях. И мы пытаемся вот эти всевозможные формы, играться с этими всякими формами. А как надо сделать руки так? А пастор так делает? Наверное, так как-то посильнее. Все дело вот тут. Без этого все так это все ерунда. Это просто религия. Это все игры. Я думаю, вы заметили, как в наше время, в 21 веке, человечеству все более и более отвратительны религиозные игры во всех проявлениях, в том числе и в христианских. Как это вызывает сегодня отторжение. Но настоящее преобразование, настоящая новая жизнь. Вы поймите, к этому всегда тянется сердце в любой культуре, в любой стране, в любую эпоху. Насколько мы с вами церковь новая жизнь являем эту новую жизнь. Насколько она в нас, вот эта новая жизнь. Я советую, посмотрите, есть на ютубе целый документальный фильм, вот это 63-й год, снятый по этому эксперименту Стэнли Милгрэма. Я вот смотрел и я думал, Господи, как помните ученики Иисуса, не я ли Господи, вникай в себя и в учение, размышляй об этом. И именно эти глубинные размышления и приводят нас к метанойи, приводят нас к покаянию. Когда ты можешь, как апостол, сказать, мы боимся Бога больше, чем людей, чем экспериментаторов, чем всех тех, кто стремится нами манипулировать. Мы развиваем в себе вот это так называемое критическое мышление. критическое мышление, это сознание. Я дам отчет за свою жизнь. Поэтому я не буду слепо повиноваться приказом, слушать команды. Я хочу все делать осознанно, потому что в моей жизни один Господь, Иисус Христос. Его воля, Его направление, Ему служение. Это очень и очень важно. Пусть Бог благословит, чтобы Новый год в наших жизнях был годом преобразования, метанойи, настоящего покаяния, нового мышления, приводящего к новой жизни. И всегда скажут, давайте закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, благодарим Тебя за то, что Твое Слово является светом во тьме мира сего. Благодарим Тебя, Господь, что мы обращаемся к Твоему Слову, как яркому светильнику, сияющему в этой ночи. И мы просим, Бог, пускай свет Твой раскрывает нам наши сердца, наши жизни, наши мотивы, наше служение Тебе, Господь, чтобы господство Христа для нас не было чем-то формальным, для нас было не просто религиозной фразой, а было реальностью, когда мы действительно всегда и во всем стремимся исполнить Твою волю, стремимся следовать за Тобой. Благослови, Боже, Благослови, Господь, Благослови, Господь. И пускай Твое Слово, как чистое зеркало, показывает нам, нас же самих, этот уходящий год, какими мы были, в чем, Господь, мы, возможно, вели себя недостойно, неправильно, мы не хотим закрывать глаза на зеркало, мы хотим преобразования, мы хотим изменения настоящего, а не на словах, не в религиозных репликах, а в делах, не в религиозных фразах, а в настоящей жизни, мы хотим изменений, Господь, коснись моих братьев и сестер, коснись каждого из нас, Господь, меняй нас, Дух Святой, совершай свою работу в нас, Халлилуйя, Иисус, 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 Хвала тебе, Иисус, Халлилуйя, Хвала тебе, Господь, Иисус, иисус, Мы молимся, Господь, чтобы Новый год стал годом новой жизни для нас, новых изменений, прежде всего, внутри, преобразований, прежде всего, в разуме, в мыслях. Мы хотим подняться на новую ступень. Пускай Твоя благодать ведет нас к изменениям, в нашем характере, в наших взаимоотношениях друг с другом. Благослови, Господь Иисус. Внутри нас, Боже, есть желание доброго. Но чтобы сделать оно, нам необходимо изменения, потому что мы желаем и не делаем, хотим и не получается. Боже, мы открытым лицом предстоим пред Тобой. Наполни нас, Дух Святой, наполни Своей преобразующей благодатью, наполни Твоей силой. Меняй нас. Меняй нас, Дух Святой. Чтобы как в зеркале в нас отобразилась слава Господня, образ Иисуса Христа, нашего Спасителя и нашего Господа. Чтобы мы могли поступать в мире всем, как Он, как Твой Сын. Преобразуй, Дух Святой. Преобразуй нас. Преобразуй наши жизни, наши сердца. Наши мысли. Спасибо Тебе, Господь, за Твою силу. За Духа Святого. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя, Иисус. Давайте встанем. И еще раз возьмем ближнего за руку. И еще раз помолимся друг за друга, драгоценным. Всемогущий Господь, я молю, Бой Бог, дай нам это переживание, внутреннее ощущение единства. Чтобы, Боже, мы были едины, чувствовали друг друга, ощущали друг друга, сопереживали, по-настоящему любили. Потому что, Боже, Твоя любовь излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И пускай эта любовь нас меняет, пускай Твоя любовь нас преобразует, пускай Твоя любовь, Господь, совершает в нас чудеса. В наших душах, в наших сердцах, Господь. Слава, 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 слава Тебе, Иисус. Халлилюя. Хвала Тебе, Иисус, 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 Иисус. Иисус, совершай, совершай это в нас, Господь, чтобы мы ощущали себя единой церковью, клетками одного организма, сострадали друг другу, помогали друг другу, проявляли любовь на деле. Благослови, мой Бог, благослови, Господь, благослови, Господь, чтобы мы не причиняли зло друг другу, не говорили гадости друг про друга, не сплетничали друг про друга. Благослови, как бы этого не хотела наша греховная плоть, преобразуй нас, Боже, чтобы мы могли думать только о том, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышлять. Меня, наше мышление, чтобы мы могли видеть лучшее друг в друге, Господь, заботиться друг о друге, и чтобы ведь все эти слова о духовной семье были не просто словами, а нашей реальностью, реальностью жизни нашей Церкви. Благослови, Господь, благослови, и также, Господь, наполни нас Твоей силой, нести Твой свет в наш город, свет Твоей любви, чтобы мы могли это нести не только в проповедях, но и в поступках, в делах. Благослови, мой Бог, чтобы церковь наша была действительно городом на вершине горы, светом этому миру, Господь. Не очередной религиозной организации, а настоящим духовным светом, чтобы мы несли Твой свет, Божий, были наполнены Твоим светом, и поэтому были другими. Может быть, не все поймут, но, Иисус, Тебя ненавидели, будут ненавидеть и нас, потому что мы не от этого мира, мы другие. Я молю, чтобы мы никогда не подчинялись никаким греховным приказам и манипуляциям, чтобы мы всегда ощущали себя под главою Иисуса Христа, нашего Господа и нашего Спасителя. Именно за это мы дадим отчет однажды, как мы были послушны Тебе, Божие. Благослови, чтобы в этом темном мире мы были светильниками, горящими ярко. Во время этой долгой, длинной ночи мы были, Боже, наполнены Тобою и сияли. Мы были не детьми ночи, а детьми дня. Детьми дня. И Ты, Господь, наша звезда светлая и утренняя. Пускай Твой свет озаряет нас, Господь. Благослови, Иисус. Благослови. И мы, Боже, хотим, чтобы, Господь, в это здание приходили люди ищущие, алчущие, жаждущие и сталкивались тут не с религиозным мышлением и не с обрядоверием, а переживали здесь встречу с Тобой. Мы хотим, Бог, чтобы этот зал, все это здание, которое Ты дал нам, оно было местом метанойи, местом настоящего покаяния, преображения мышления, изменения, Божия, внутри. Благослови, чтобы многие-многие люди, Господь, получили здесь Твою святость, Твою правду, Твою новую жизнь, Господь, и стали другими, новым творением во Христе Иисусе. Благослови, Господь. Мы молимся, Господь, приведи в это здание как можно больше людей, приведи к нам в церковь как можно больше людей, которые бы пережили здесь преображение и стали частью нашей духовной семьи. Мы молимся за наших родных, за наших близких, за наших знакомых, друзей, соседей, которые еще ходят во тьме по воле князя, господствующего в воздухе, которые еще живут по стихиям мира сего. Коснись их, Дух Святой, приведи, Господь. Мы молимся, Господь, чтобы много новых людей пришло на Рождество сюда 25-го числа и 7-го января также на концерт. Пришли новые люди просто на религиозный рождественский праздник, но получили здесь несравнимо больше того, что ожидают. Получили новую жизнь во Христе Иисусе. Боже, я молю, чтобы в эти рождественские дни мы могли проповедовать, евангелизировать и приглашать людей сюда, на Рождество, пережить встречу с Тобой, стать под господство Иисуса Христа, под господство Бога, Который есть любовь. Пережили эту любовь, наполнились любовью и стали жить по-новому. Благослови, Господь! Я молю, мы Бог, благослови каждого из нас, чтобы мы были неравнодушными людьми, а теми, кто несут свет другим, проповедуют Евангелие другим, приглашают других людей в церковь, они только сами приходят, возвещают благую весть Господь, служат другим Господь. Потому что нет ничего важнее и ценнее новой жизни, которую люди получают здесь, у ног Иисуса Христа. В истинном покаянии, в истинном преображении, в истинном изменении слава да будет Тебе! Аллелуйя! Слава Тебе, великий и всемогущий Бог! Отец, Сын и Дух Святой! И каждый верующий да скажет Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok